Благодаря президенту, дорогие коллеги, спасибо за возможность выступить на этом празднике эндоскопической и интервьюционной хирургии. Понимаю, правда, что мое выступление будет некоторым персоналом на фоне очень больших достиженных успехов, но с этим ничего не поделаешь. Наверное, что успехи, которые возгласили вам в ходе обработки и медведя и практики вот этих замечательных метров лечения, они прогнали надежды на улучшение хирургического лечения и хирургического лечения пациентов доброкачественными опухолями и поражениями грудного педагога в психической системе. Но несмотря на это, они все-таки взаимосчитывают те трудности и опасности, которые встречают врача и пациента. На пути понимающей выполнения всего этой реализации этого развития хирургического лечения. Первая опасность, с которой приходится встречаться, это эндоскопическое и интервьюционное хирургическое развитие ранее хитрой и послеинферационных опасностей, и послеинферационных опасностей. Правда, как вам сообщают авторы, А вторая, что имеется целый ряд специалистов, которые не успевают изучить свои андонимные результаты, стремясь всеми средствами обеспечить инферированному пациенту так называемый fast track. Поэтому вот это все заставляет обратить особое внимание на причины разобраться не только разных осложнений, но и полных осложнений как щадящих, так называемых, так и традиционной хирургии. Поэтому вот мои задачи, проанализируйте это и вот эту книжечку, которую многие из вас видели, она в ней это все объясняет. Итак, важнейшая проблема. Ну, это вот, что касается его самым традиционным операциям. Сугаценка, важнейшая проблема – это выбор оптимальных способов лечения борьбы со сложным хаванголитиациям, в варианте которого вот представлены на этом слайде. А на следующем показан набор безуспешных попыток извлечения хаванголитиаций и гигантских ходов, которые взялся в парагонах, которые, в конце концов, если не удается, заканчиваются переходом на парагонные операции. Ну, надо сказать, что попытки алиопаркоскопичного обречения к хаванголитиациям сталкиваться с целым вариантом ограничений. То есть, в первую очередь, в крупных комплективах, взрослых протонах, требуют расширения вмешательства, в том числе применения антеграда, в том числе, в том числе и других манипуляций. А основной же методом до сих пор остается ЭПСТ с механической лидроэкстракцией. Но, к сожалению, эффективность ее в большинстве случаев, в чистом виде, не превышает 80%. Честно, так, возьму остается тоже не маленькой, и это тоже видно из этих сообщений автора. В значительной мере, конечно, она зависит от квалификации опыта эндоскотиста. Точно так же недооценивается опасность развития после опыта ЭКТ и ЭПСТ, но, в частности, холёрохлитенции. Обычно там, как говорится, пишется, что это 1-2%, но, на самом деле, по эффективности эндоскопической лидроэкстракции это осложнение, к сожалению, закономерно. возникает пациентов с неудаленным зерстным пузырем и проходимым пузыром протоком. И оно возникает при убедении зерстного пузыря избыточного количества контрастного вещества и нарушении его эвакуации. Характерная особенность этого возложнения его, как слабый нужен, заболевого синдрома, во фоне нарастающих проявлений интоксикации и гипертонии. При неуполнении холёрохлитенции в разных сроках последних лет этого, после произведения ЭКТ-экстракции, может также возникнуть острое облокальное холёрохлитенции поступающими в его посетках холёрохлитенциями зерстного пузыря. Острое возложение холёрохлитенции требует частного выполнения даже экстренной операции. Поэтому вот этот интервал естественно недолго быть велик между ЭКТ-экстракцией и выполнением допустимого репароскопических холёрохлитенций. Наиболее тяжелое осложнение этой процедуры это ретро-гландальные перфорации. Некоторые специалисты недооценивают опасность этого осложнения и рекомендуют проведение генцелетерапии, функций фотоизации. Подобные тактики по нашему опыту это эффективно лишь в денежных случаях. На этом слайде вы видите, после этой процедуры возникли скопление газа вокруг как говорится уголок подробностей звезды генцелетерапии но вторая имеющая опыту в предыдущем направлении продолжает лечение этой процедуры. сейчас как вы сообщили когда уже находится в генерационном году. Главное, что обычно говорят о различных осложнениях этого состояния. На самом деле часто бывает такое комплексное осложнение поднимая ретро-гландальные корпорации того, что поглядим запрещенные фигмоны, которые приходят перетонить. если долго продолжается и в реальных случаях продолжается еще и кровотечение эксплуатирования. Если это своими не лечить, то часто бывает очень нехорошие результаты. Причем реактивные могут погибать после этого тяжелого сочинения аналогов сочинения в поле сочинения в поле в ближайшее время встречается не это, но научный москопист может обороновать легко и быстро реподировать. Но это речь не идет не в тех случаях, когда имеется очень крупный конкремент. Ну вот больная, которая привезла раннюю операцию в опухоль на плечени через целый десятилет вырос вот такой огромный конкремент и андоскопист решил форминировать этот конкремент и ударить его из печени. Это получилось не с первого раза, но потом фрагмент довольно существенное оборудование столб и при ударении его возникло прохозное кровотечение требовало шайберсерной эллиотерапитамии основное кровотечение биосинтерапитамии дальше пластики удаление из прохозов оставшихся фрагментов предметов теобра комбинирования и приливании крови разум празднули хорошее 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 по этой причине силы могут изучить попытки производства исключительно только вмешательства часто бывает в большинстве лечебных учреждений владеют антеградным методом публикации публикации к сожалению нет Петр Сергеевич Ильичев с антрами которые показывают нам что в многих случаях целесообразно даже комбинация этих методов как это у есть проведение так называемого рандевру встречи двух инструментов сверху безусловная проблема лечения сложного хорошее это проблема лечения синдрома диазии вот здесь показ на слайдах надо сказать что на момент устранения данного синдрома метода минимальной зельной хирургии часто большинство советов предпочитает бухон первым осуществляли дегенеральную декомпрессию а вторым устраивает дегенерную свеч и формирует приемка дефицитных видов институт Виктор Сергеевич Александрович Владимир Сергеевич издали монографию по этому вопросу который мне был намерен реакторизировать они совершенно правильно рекомендует второй форме синдрома выполнять первым этапом топилосиндром патомии скопическую цену повышения безопасности последующей операционной операции однако сейчас специалисты могут диагностировать состояние до операции операции операционной операции операционной операции вот пример небольшой пациентка 74-х лет с механической желтухой была обследована национально диагноз установлен опухоль пласкана и поставлен пласкана затем она была выписана в поликлинике обследовано и выяснилось что на компьютерной томографии видно что здесь уже этот имеется посолок ассоцентом выходит в правой половине оборочной кишечки и имеется крупный конкрет 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 наложен при проверении т-образной ренаж оборудов прогрессов еще вот следующая проблема минимальной надежной хирургии это проблема для фороскопической хирургии лектической холестерапии неосложнение но известная расположенность по осложнению алимпанско-этической операции там все фуджита это холестерапии это осложнение холестерапии описывает яжесть опасность этого состояния вот неизвестно теперь значит первоначальное представление о том что это операция очень эффективная и самое главное безопасная она немножечко постепенного перевода в пафос помещается и вот видите авторы и из Линдии и из Казани они нам показывают что в прием параскопической холестерапии процент операции по сравнению от повреждений протоколы по сравнению с открытым операциям 2-4 раза превышает таковую хотя нужно осознавать что сейчас уже открытые операции при неосложненном хроническом не делают а делают исключительно операции авторы при осложненных хронах как показывают как показывают веры и очень основатели первые эту операцию врачи и врачи некоторые сообщают что очень важно правильный выбор оптимального срока выполнения гастроскопической операции лучше всего делать первые 48 потому что в последующем потенциальная опасность не уменьшивается операцией из-за того что возникает троги соединения элементов собственно и так но надо сказать что не всегда несоблюдение этого принципа виноват и в самом деле мы встречаемся с такими ситуациями когда в свое время проведенная нашим анзоевым рекламой относительно представления гастроскопической холестертомии в самом деле щадящей операции приводит к тому что нет пациент в одной из клиников в московской больнице лежат просто прошло много дней предложили операцию отправиться в другую клинику где вносил хирургом сделать операцию на десять дней деструктивную операцию пациент как будто прошла нормально через месяц в момент пожелтем возникла такая структура связанная с электрохирургической травмой отёсом поэтому началось выполнить через первым этапом гепатоколовокостомию через печёночную вторым этапом обиконструктивной гепатикой но с временным сохранением что надо вообще доделать временным сохранением гепатоком до сих пор не решены многие вопросы тактики и техники лечения свежих плодных сил он тот же комфорт поставил вопрос он задался определить когда что и кем оно сделано то выявление интеракционного повышения желчных покровов и сообщает что попытки хирурга которые делали институт операцию они оказываются успешными более чем в 20-ти процент случаев тут известные порт известные портеры и институт сообщают классическое повреждение операцию его варианты подлежать реконструкции необходимо только чтобы операция проводила опытные опытные генеральные результаты имеют первый опыт реконструкции это изменение первичной тактики когда рекомендовалось первым этапом делать нарушение тренировали а потом переходить в операцию почему не совсем правильно можете посмотреть цитата известных петербургских хирургов Артемия и Коханенко которые сообщили что отличительной особенностью операции является относительная простота поисков протоков пока еще не развиваются группы 40% действительно если сразу это не сделано в течение нескольких дней вся непреченная часть протоков сморщивается и вот интересная книга которая выпускается уже у нас в третьем издании известный такой хирург может сам как называется именно так здравый смысл здравый смысл хирург это очень правильно ну вот здесь и пишут нам что вот это повреждение которое опасно требует наложения срочной пачки однако не всем он доступен поэтому дальше пишется что если это невозможно если выполняется глухнилые руки как он пишет то сыроз то белярный истиноз парадога обеспечен а также возникает ишемия парадога что очень важный момент когда он пишет тоже ишемия парадога безжалостно вырванного из нормального положения вот почему если невозможно это сделать специализируем это тоже очень сложная проблема потому что если вы не оперируете сразу то вы переводите взрослый дикторит если это делать либо его наружу то же самое и как он пишет что вы в результате превращаете более менее высокое повреждение типа висмут 2 у нас вариант хороший висмут и значительно более высокая висмут 3 и вот наконец такая цитата будет очень увлекательно и реально опасно если кто-нибудь попробует выкупать ее лепарскопич а есть люди которые все делают лепарскопичные и предупреждает больше не не подвергайся не подвергайся кровоотечения нет сосуды не повреждены 98 процентов случаев дает выполнен экипатики с а вот а вот он пессимистический и более распространенный сценарий вы вы имели их повреждение спустя неделю примерно и на наличии и жертвы они имеют титул VTC ну мокрая операционная бумага и все такое в этих случаях часто не удается сделать и пытаться сделать первичную реконструкцию и приходится вот разделять на два этапа вот пример клинический пациент во время одной из клиник в одной из клиник сделана была операция нейроскопическая холеститомия и во время хирург обнаружил повреждение тела сафротока но не пересчетов и еще была сделана конверсия брутония значит зашита протолка поставлена иногда продолжалась стечение и пошел контрольный тренажер это сделано было скетчирование все второе стало удаляться меньше потом скетчировать тоже ничего не дало но в другой клинике была сделана такая дренировка сложная обоих левую и правую пищевых протоков но зато жерт стал удаляться через живот через бывшее хронотомическое пакет в результате вода была выписана четырьмя динажами с которыми поспал по поводу жертвы в длительное время изучали и думали и хирурги и пациентка и через четырнадцать месяцев после травмы выполнили наложение гигипатики с большими техническими трудностями для резкого выраженного споречного процесса и короткочили системы а мы напомним что первоначально лично мало наблюдений гепатит холерок без его и потери питания в ходе первичной операции он не может избежать потока операции наложением просто обычного пищевого пищевого хирургического действия при нейтрогене повреждениях и наконец последняя проблема о которой поговорим это проблема нормальной иноземной панкриарной бильярной хирурги которую мы обозначили как жизнь пациентов со стендом и публиковали рождец не случайно название потому что метод бильярного а также панкриотического а также амортизирование и программ и беспорно является перспективным направлением и это вот мы видим с вами на рекомендациях наших крупных учёб в том числе и совершенно правильно указывается это эффективное трубоёмкое и дорогостоящие биоскопическое решение которое дает себе на дорожное осложнение и показано как и что при заболевании вот я согласен Сергей Иванович подчеркнул который сообщает что в основном это оборок и отказать к этому либо провести больное неоперабельное и осталось жить меньше 6 месяцев когда он проживёт с каким-то уменьшением жизни либо это подготовка при высокой или родину а вот наш пример который нам встречает больная почему такие почему это пример потому что в результате такой тактики выдыхает ситуация что на радикальной операции изменяется насущим стремлением лимбоскопитов выполняет миллиарда слитирования в месяцах операции при дефектах опухолях особенно в пациенту 70 лет упали с охраной женщины с очень небольшой опухолю которая впадает в 1 пациент и суживание двух стендов потом через каждые 2 3 месяца и меняет эфистент и потом переходим на самые расширяющие реалистические стенды но попадает в клинику когда маленькая опухоль попила тратилась в огромные опры который полностью тратировали на пешком на фоне и только случай сделать удалить инстинкции наложить и наложить гипачки на астамоз и непосредственно так также мы часто набираем ситуацию когда стендирование применяется без какого-то серьезного обследования в результате чего эндоскопист не обосновывался равный диагноз раков например сделана диаплоскопическая холециститамия похожа к плюотному процедиту через месяц через год возникло желток я не помню как в другом городе поставили диагноз опухоли холена 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 сделали холена 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 обследование у нас есть крупный резидуальный комплимент он был доложен без общей той вещи а следующий вариант он много лет назад было по поводу холециститокалькулёрного холена 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 вышивания протока т-образной нервы через холена 20m она посыпает в водной скрине холена 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 на выполнение пдр на самом деле просто крупный комплимент который образовался на нити на этой нити образовался вот и это закончилось последний эпизод война по поводу желтухи поступает непостоянно сначала 12миллиардное потом несколько раз миллиардная эндоскотическая программная классическая инстаграмность инфраструктузирована но через один полтора месяца возникает того и другого конец богат посыпает там приз обнаружится поворот и есть поворот и вот как видно из сказанного приличные примеры они иногда обосновываются собраны использования партонных реконструктивных операций при неудовлетворительных инфраструктивных 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 с структур с с травлечением в одном случае экстракция из стента после чего потом это с с с с с в с с п с ...баллоны детали очень средствовать, но конкорменты в баллонах не удавалось всё равно удалять. Пока не угодно, было тоже самое в Египте с пятилетним, так сказать, анабосом. Поэтому, видите, но я не хочу сказать, что надо каждый раз, чтобы мы все будем делать первым этапом минимально, и наоборот мы будем делать открытые операции. В данном случае пациентке сначала сделали несколько гипоскопических операций, подвелось эндоктомию, ударили камней, чрезвычайное тренирование абсцессов в саде трансонке и так далее, потом наконец-то набралось ещё две наивищные крупные кисты, вода была направлена прямо, её протерировали, угадали пузырь камней и патопов, и поставили зерновые береноши. Но после того, как кисты уменьшились и произошла дислокация этих береношей, тогда пришлось снова вернуться в минимальной аназерной хирургии, поставили два чрезвычайных береноша, ликвидировать от наградения технических, и его по себе надо покупать. Пришло всё в хорошем источнике. Чего мы сейчас уже будем завершать? Вот показана эта операция. Без сомнения, стало быть, разработку и внедрение гипотетическую практику гипоскопических и инфраструкционных решений можно расслабить как мейстрим современного хирургического лечения онтологических и новых поражений гипотетов путей к живому синтезу. На этом пути, конечно, можно вообще не повышение последствий и одновременных результатов хирургического лечения заболеваний составляется в количестве языков, экологиков, различных и различных тем. Ну, здесь есть несколько моментов. Ну, первое. Процесс уделения современных гипотетических веществ значительно изменяет организацию хирургических рамков и взаимоотношения различных участий. Ну, например, возникает отчёты о сравнении некоторых специалистов гипотетической и инфраструкционной хирургии, создании специальных отделений и вообще изоляции от производства гипотетических. Что, наверное, на самом деле не совсем правильно. Тем более, что наши заданные товарищи, они по-другому мыслятые, а говорят о создании новых команд, которые наиболее тяжелые, и в случае речет, и так же, конечно, имеются специализированные центры гипотетические. Еще один спорный момент — развитие минимальной силы цели. Это наступающая перестройка сознания современного специалиста, стреляющегося по получению той или иной локальной лечебной задачи. Вместо принятого когда-то нашего вещества импульсулатора, что в максимальной степени надо добиваться полного выздоровления пациента и устранения истинных причин из заболеваний, а при невозможности обеспечить ему максимально возможную проговоренность жизни и максимальной пациентки. Вот по сравнению к такому изменению сознания хирурга возникает, когда мы знакомимся вот с намечательными людей, издание руководства, как он продается, мы посмотрим, какие цели. То есть, по-моему, хирургическое умещение синдрома болевой и механической индукции и синдрома без болевой механической индукции. При нервной реализации этих тенденций мы видим тогда, как по задаче извлечения опухоли, в период опухолевых заболеваний сопровождаются гидротической индукцией и холомбином, подвиняется молниевым с разрешением лечебного процесса в компрессии гигарного тракта и стремлением для вести как можно быстрее подробно на так называемое амбулаторную лечение. Впоследствии мы наблюдаем с вами массу пациентов с радиогентом, где-то и когда установлены наружные истентами, имеющими жесткие патриотические кишечные свечи, которые были успешно и ищут медицинскую помощь и хотели требоваться выполнения повторных операций. Впоследствии продолжают расти. В результате пациент в пациенте становится другим синдромом, который мы обозначили как синдром безувершенного лечения. Вот это очень часто встречается, к сожалению. Эта новая тактика приносит в больницу немало сраданий, обращаемым на долгоженные по принципу жили, еще не утрачу принципы медицинской гератологии, просто в составлении экстракт осторожающих масляных удобств, заглотных трудностей. Ну, мне кажется, это решение на оптимистической ноте. Я надеюсь, что все умения на этом празднике хирургии откроют все глаза на новом пути в развитии современных и особенно я приношу благодарность Валерию Ильичу Мышкину Ильичу Ильичу Дорогого приглашают меня в сфере на трибуне дорогого обменяяя церкви Ильича Александрова Я прошу в той части Моя усопление вызвала на рассердование на этот протест в большом деле в очереди маленькая атака занималась песен про мальчинаторы «How are you to be understand? How are you to be known?» Спасибо большое за вас замечательную лекцию Я хочу сказать, что вам никак не удалось вызвать диссонанс в аудитории все здесь сидят профессионалы да, все встречались с этими осложнениями и нам надо доставлять большое удовольствие и доставить большое удовольствие этому многим и прочитать да, не помогут вопросы и прочитать вашу новую книгу которую вы издали в этом году и в перерыве я думаю некоторые счастливчики смогут получить ее из ваших рук непосредственно из рук автора ну что ж я думаю может быть есть один-два вопроса хотя тематика конечно настолько обширна настолько разнообразна но дайте пожалуйста в середине зала давайте буквально два вопроса очень коротких Михаил Ильич я не могу спасибо за вашу доклад вопрос такой свежей травмной калетки выглядели корпорационно у вас опять позвучало что нужно наложить а как вы относитесь к пластикам для так же первообразно ну речь идет понимаете я говорил в основном о больших портах или пересечения тут никаких этого не возможно почему потому что одна из причин когда пересекаются протоки истекаются а разложение идет снижу вверх проток и поэтому вот эти попытки делать так называемые пластики и так далее они как правило не приносят потому что если дальше оборудается технически во-первых часто бывает проток ученицы если это не удается сделать то представьте где-то это уже доказано понимаете что касается молодых произведений когда прошло не пересечено сечен и так далее конечно тут надо делать и второе нужно делать и минимальное значение вмешаться правильно выбирая и применяя правильные инструменты и так что ни о том не противоречит другому но вот это желание обязательно все соединить когда детский живут то как удается нам не очень вот насколько я могу бояться не могу сказать спасибо я могу только добавить что в этом году насколько я знаю Владимир Александрович Лешневский медицинской ассоциации проводит плен управления посвященный именно этой тематике вы людей жестких протоков верно Владимир Александрович вы можете рассказать главный хирург у вас Владимир Александрович микрофон микрофон у вас раз такое объявление пожалуйста в апреле месяц концепт плену по посвященной ранее интернационное напряжение пленов мороскопической линц а также разное рассуждение для мороскопических хирургий на посвященном жильце в печи конечно обсуждаться главное почему потому что таких болит к сожалению два в четыре раза а кто знает у нас такое количество поврежденных операций наверное в Европе в этом сегодня есть хирургии ежедневно производится как минимум две вопросы с погрежденным продуктом которые перенесли массовое если бы я показал то есть десятки десятки осложнений тяжелее но поэтому надо научиться предупреждать научиться правильно распознавать операции и выбирать правильные тактики обозначить если увидел маленькое повреждение стоит его сделать как для тренировки или же ты увидел это выставить стенд можно закрыть эту мальюсенькую девочку мальюсенькую потому что детство большей не закроется вы понимаете желчь через ушко иглы невозможно можно зажить нормально тем более воспаленных ну и конечно если такие большие повреждения сказываются с пересечением да еще при этом неверо выжидается артерия 5 12 тогда что-то некоторые даже умудряются против и понимаете что это значит в какой-то распортировки какой-то надо чтобы была санитарная рация вызывая ассоциатива ехал и срочно делала поэтому вопросов будет я думаю что тех людей которые выступают в областях они должны быть обязательными как лечить как диагностировать во-первых и второе где лечить кому это делать потому что повреждается и делается коллегами молодые красивые дамы которые оперируются на рамках сталь где вообще не должно быть ничего где вообще никакого повреждения а узкий проток не сошлешь не падаешь как развод создать или развалиться после операции так что надо все научить поэтому это скопическая для вас шум но ее нужно делать так как себе если не умеешь делать не лезь иначе тебе грозит вот такая вот такая ситуация возникает спасибо за уважение спасибо большое спасибо давайте мы ее поздравим по-русски он буквально так сказать отметил его довольно приличный и если мы слышим это слово он хочет общаться не получится не выйти не выйти живите здравствуйте учите диплом за выдающийся вклад в развитие панкетно-голиальной хирургии давайте поприветствуем по-русски не поймите не поймите не поймите внимательно это вам да мы всегда готовы чтобы вы всегда участвовали в наших мероприятиях и правильно вам сказал никогда никуда вы не уходите от нас мы вас любим и обожаем давайте поприветствуем в параде вот сюда просто просто для фотографии просто для фотографии мы все аплодируем вы можете дальше сколько вам фотографируется давайте мы будем двигаться дальше по нашему плану я думаю что операционные меня слышат